Ребята, всем привет! Я уже выставила вчерашний влог, конечно же, и почитала комментарии, сама его уже даже посмотрела. И я хочу прокомментировать некоторые комментарии, я думаю, что всем это будет очень интересно, вы всегда ждёте этого. Нос-то себе испортила однозначно, ещё и гнуса ведь стала какая-то, стала безликая, всю индивидуальность отрезала. Кукла-мукла, поставь с такими в один ряд, только по ДНК выявишь. Я не знаю, что имеет в виду вот эта вот инфузория. Я не знаю, может быть, она решила, что я сделала себе ринопластику, и мне будет очень приятно, потому что я этого не делала. А ещё у меня здесь пипец, как мало ресниц, а здесь более-менее есть. И это выглядит очень тупо, мне кажется, но это что поделать. Я сегодня хочу сделать себе низкий хвостик, потому что вчера мне не понравилось во влоге, что у меня постоянно волосы какие-то дурацкие. Или не низкие, но мне кажется, низкие хорошо. Мне очень приятно, конечно, что вы хотите поставить меня в ряд с такими же красотками, как и я. У меня нету просто никаких комментариев. Итак, ребята, не обращайте на то, что шумит кондиционер. В общем, ребята, рассказываю, если вдруг вы решили, что я всё повторяю за Кариной, это ваше право. Реально. Я читаю комментарии под новым видео и вижу комментарии о том, что я повторяю за Кариной очень много всего. Купила такую же кофемашинку, поехала жить на дачу, когда был карантин, когда в Москве невозможно было сидеть в квартире, а я не хотела ехать на дачу. А потом что ещё? Что ещё? Музыку начала вставлять в видео. Всё повторяю за Кариной. Знаете что? Вы можете думать как хотите, если вы считаете, что какой-то человек очень много всего повторяет за другим человеком. Скорее всего, вы тоже всегда за кем-то что-то повторяете. Но я могу сказать так. Я, может быть, что-то, и назовём так, повторяю от разных людей, не только от Карины. Прикиньте, меня много людей окружает в этой жизни, меня много людей вдохновляет. Но я считаю, что это не повторять, а вдохновляться. Если вы со мной согласны, то напишите об этом в комментариях. Если вы тоже, например, увидели, я не знаю, у подруги красивую ленту в Инстаграме, она вам понравилась. Вы увидели потом ещё кучу разных таких страничек в Инстаграме в минималистичном стиле. Вам это понравилось, и вы поняли, что вы хотите тоже такую ленту. Это значит повторила, украла, да? Мне кажется, что это значит вдохновилась. Если вы со мной не согласны, это ваше право повторяйте дальше за всеми, что хотите. Либо ни за кем ничего не повторяйте, ни кем не вдохновляйтесь. Это ваша жизнь, ваше право. А ещё в моём вчерашнем видео на 9 минуте 45 секунде где-то люди подумали, что я еду за рулём не пристёгнутая. Но, ребят, короче, что я вам объясняю? Я там пристёгнута, и это можно увидеть внизу, по крайней мере. Если вы не видите на чёрной футболке, что я пристёгнута, ну... Угораю с комментариев. А кто ещё зашёл в комментарии, чтобы узнать, что за плесень в Липтоне? То есть смешно. Хочешь потерять друга? Дай в долг. Сёстры вы или нет, общее дело может вам разругать. Вас, наверное. Как факт, пишут. Кто-то поставил плюсик под этим комментарием. Знаете, у нас с Кариной не раз уже такое было, что мы друг друга выручали. И вот странно, да? Почему мы не поругались до сих пор? Десять лет дружим. Друзья, я считаю, для этого и нужны. Нормальные, настоящие друзья. Если вы даёте каким-то непонятным людям на улице деньги, они вам их не возвращают, это не ваши друзья. Ну, типа... Очень странно. А ещё пишут, что у меня кожа стала лучше. Я безумно рада, правда, потому что так и есть. Стала лучше, но не идеально до сих пор. Конечно же. И, как я и сказала в предыдущем влоге, я пойду по врачам. Обязательно. Я этого очень жду, на самом деле. Чем-то в инсте занималась. Истории пилила разговорные тупо. Я с вами согласна. Ведь несколько суток, несколько дней потратить на то, чтобы выезжать куда-то в центр, фоткаться для того, чтобы выставлять красивые фотографии, после которых у меня появляются классные контракты, люди мне пишут, как им нравится моя лента, спрашивают у меня, как я обрабатываю свои фотографии. Я согласна, я ничем не занималась. Кто-то оставил комментарий, делать с Юлей бизнес не самая лучшая идея, я думаю. И смайлик типа. Кто-то написал, лучше с тобой, а кто-то им виднее. Странно, почему вы решили, что делать со мной бизнес не лучшая идея? Ну не вы, окей, одна девочка, Ксения. Пошла ты! Небось, своих идей для бизнеса нет, вот и всё. Не знаю, мне кажется, что я рождена для бизнеса. У меня дедушка бизнесмен и дипломат. Я от него это взяла, переняла. И мама у меня дипломат, и тоже хороший бизнесмен. В будущем мы с мамой бизнесвумены. Если хотите делать бизнес вместе, то расставьте каждой своей задачей. То есть главное правило не вмешиваться одному в сферу работы другого. Можно дать совет, но не навязывать. Допустим, одна занимается одним делом, в это время вторая не вмешивается в эти дела и также обратную сторону. Я не знаю, с чего Карина решила, что мы можем поругаться, даже из-за того, о чём мы говорили в прошлом влоге моём. Потому что я считаю, что из-за этого мы не можем поругаться в том бизнесе, который мы с ней замудрили. И я даже не знаю, правильно ли то, что мы называем это бизнесом. В общем, когда всё выйдет, я думаю, вы и так всё поймёте. И поймёте, что тут нет вообще никаких моментов, типа, что-то не поделили. Такого не может быть в принципе. Сразу видно, что вы с Кариной подружки. Начало видео так же, как у Карины во влогах. Это хороший комментарий, добрый. Спасибо тебе большое, Ксения Шелковая. Шелковая. Думаю, правильно прочитала, надеюсь. Спасибо. Это адекватный комментарий, нормальный. Да, мои подружки, я посмотрела у Карины, как она просыпается. Хотя меня это иногда бесит. Я думаю, блин. Но не в каждом влоге. Вот у меня было настроение снять, как я лежу в кровати, потому что я, клянусь, я просто хочу вставлять музыку в видео. Мне это начало нравиться. И, ну, можете написать даже, что я оправдываюсь. Базара нет вообще. Окей, я могу оправдываться перед вами сколько угодно, если вам это так хочется воспринимать, то, что я оправдываюсь. Ну, мне просто это понравилось. И такое бывает. Вот, блин, не знаю, поверите мне или нет. Наверное, нет. Но такое бывает, когда ты сегодня такой думаешь, я не люблю гречку. А завтра такой, блин, хочу попробовать. Пробуешь, и такой, блин, мне нравится гречка, вкусно. Ну, вот что, у вас такого не бывало? Ну, это же глупо, да? Поэтому говорить, что раньше я говорила, типа, мне не нравится музыку вставлять. Да, не нравилось. Потому что я люблю, типа, другие влоги снимать. Но потом в один момент мне это понравилось, потому что мне самой нравится такое смотреть. Но, опять же-таки, смотря в какие моменты я вставляю музыку, и смотря что я снимаю. Скорее всего, просто хочется ребёнка, и это желание как трансформируется на вторую собаку. Тысячу раз лучше подумать. Конечно, я хочу ребёнка, конечно. Но, с другой стороны, учитывая, что мои собачки писяют на пелёнку, да, извините за подробности, у меня, я думаю, не будет с этим проблем, даже когда появится ребёнок, что, типа, ой, надо гулять с собакой, я не успеваю, не могу. Ну, это обычное такое вот первичное. Ну, не знаю, мне кажется, я справлюсь, мне кажется. Понимаете, пока я молодая, пока у меня столько сил, я уверена, что даже когда у меня появится ребёнок, я смогу уделять внимание и время всему. И собакам. Тем более, что дети так быстро растут. Вот представьте, реально, год-два, и ребёнок уже будет просто кайфовать, играть, сидеть вместе с собачками. И для меня это просто радость. Ну, понятно, он будет играть, наверное, и в игрушки тоже, да, и с родителями, но и представьте, как это мило сидит, например, малыш на кровати, играет там в свои игрушки, и собачки вокруг него бегают. Либо просто вместе с ним лежат, засыпают. Ну, это же няшность. Собаки — это здорово. Ну, вообще, животные — это класс. Большое количество людей, я очень счастлива, и я... Вообще, меня бесит, когда я обращаю внимание на людей, которые пишут мне какие-то неприятные вещи, хотя этих людей очень мало, и они редко как бы всплывают, скажем так, потому что всё-таки, мне кажется, меня смотрят хорошие ребята, которые любят меня, и им всё равно даже если я буду делать что-то такое, что делает уже кто-то другой, они хотят увидеть это и в моём исполнении тоже. Ну, мне так кажется. Дом блогеров, что ли, хотите создать? Нет. Дом блогеров. Вот я сейчас скажу, и я не знаю, как бы, если вдруг когда-то такое мы что-то сделаем или не сделаем, но я скажу, для меня это такая тупость. Но нет, ладно, я такого никогда не сделаю, потому что я взрослый человек, у меня такая уже семейная жизнь, скажем так, и я не собираюсь жить ни в каком доме блогеров или быть его там какой-то начальницей. Не знаю, я лучше свой бизнес открою, что-то поинтереснее, вообще не связанное никак с блогерами. Ну, не, я понимаю суть, я понимаю суть дома блогеров, да, и вот этих тиктокеров, я понимаю, в общем, этот весь смысл. И это круто, это классная идея. Ребята молодцы, я считаю, что это правильно, но они там все молодые, лет 15, 16, 17, там, не знаю, может, 18, я не знаю, но как мне кажется. И им это весело, им это задорно, классно, они просто вместе снимают, что-то постоянно тусят, но это не для меня. Я не смогу жить в доме с кучей других блогеров, людей, потому что у меня другая жизнь, поэтому нет. Нет. Комментарии. Я никогда не пропускаю тех, кто влазит в ряд. Я подъеду в миллиметр к машине, но не пропущу. Яна, ну ты и дрянь. Понятно, кто не пропускает меня на дороге, когда я влезаю. Да не, ладно, шучу. Ну, это уже каждый человек как хочет делать. Я тоже, может, иногда не пропускаю всяких супер наглых, потому что я думаю, ну нет, ну ты оборзел, я здесь уже час стою, потому что я как раз-таки тот человек, который час стоит и ждет, и не влезает. И когда кто-то влезает, я думаю, не, ну наглость. Но в итоге я все равно могу пропустить, конечно. Да хоть каждый день, выпуская влоги, все равно буду смотреть и ждать. Кстати, инста стала гораздо круче и приятнее глазу. Видите, спасибо тебе большое, Катерина Марс. Спасибо. В общем, ребята, рассказываю Славе, потому что он не в курсе и влоги мои не смотрит. Вчера мы с Кариной говорили про театр. Мы тусовались около театра, в который мы с тобой ходили, на Анну Каренину. И я показала это, и Карина такая говорит, что она не особо фанат этой темы. В принципе, я тоже не могу сказать, что я каждый день просыпаюсь и думаю, вот бы в театр сходить. Но ты знаешь, что иногда у меня появляется такое желание, я говорю то, что, блин, вот бы сходить куда-нибудь, да, вот бы что-то посмотреть. И я с кайфом смотрю, но вот именно сама пойти купить билеты, я не пойду, потому что, ну да, реально, я, наверное, больше с кайфом посмотрю фильм, чем пойду куда-то. Потому что фильм я могу посмотреть дома и при этом жрать попкорн с начинцем, а в театре мне нужно сидеть вот так вот 3 часа и смотреть. Хотя это, ну, как бы другие эмоции абсолютно, и это интересно. В любом случае, это не как кино посмотреть, это что-то большее для меня, чем кино посмотреть. Хотя даже если кино, например, потратили больше денег, времени на съемки этого фильма, да, графика, то есть это разные, то есть я как бы это даже не сравниваю. Но тут просто зашла тема про музыку, точнее, я решила, что это как с музыкой. Люди разные. Как с музыкой. Я читала комментарии девочки, она написала, что театры, музеи, искусство, это не для массы. Правильно. А фильмы, сериалы, это как раз-таки, ну, для всех, чтобы все смотрели. И вот я, ну, начала говорить о музыке, что музыка тоже не для всех. Разная музыка. Разная, конечно. И поэтому я позвала сюда Вячеслава Ивановича для того, чтобы он пояснил за базар, пока я буду разогревать борщ и хачапури. Ну, по факту все верно, девочка сказала. Есть массовая культура, есть культура, которая, типа, относится более к элитарным слоям нашего населения, так сказать. Хотя очень интересный момент, интересный для меня момент, это то, что классическая музыка и все вот эти классические жанры, типа опера, балет, какие-то театральные постановки, они в средние века и в прошлом, они были для всех. Но через какие-то года, столетия, вся эта культура превратилась из массового потребления, она стала потреблением для более... Ценителей. Ценителей. Да, для больших людей, ну, верхней прослойки населения, и это прикольно, с одной стороны, потому что пришли технологии, масс-маркет пришел в жизнь людей уже давно. Также и с музыкой, тебе не нужно сидеть и слушать Баха и Шопена, когда есть, ну, не знаю, в свое время это много кто был там, тот же Фрэнк Синатор, наверное. Я думаю, что большинство людей считали его каким-то типа, ну, какой-то попсой и не считали его чем-то классическим и искусством. Там, все, что касалось рок-н-ролла там и так далее, по касательный верх, все популярные музыканты, они, ну, сталкивались с этим в прошлом. Сейчас уже, ну, мы, в принципе, спокойно живем. Мы знаем, что есть театр, мы знаем, что есть филармония, мы знаем, что есть там опера, но ходят туда только исключительно те, у кого это, вызывает вдохновение, вызывает кайф, они понимают это и даже не всегда, как говорится, люди правы, которые говорят, что это зависит там от интеллигента или неинтеллигента. Я как-то, Юля, тоже об этом говорил, мы с ней спорили, но отчасти я сейчас уже понимаю, что где-то я был неправ. Все-таки бывают исключения, вот может человек быть абсолютно необразованным, но он очень любит классику. Я думаю, что такое реально в жизни бывает и это не только зависит от факторов типа воспитания в семье, общества, образования, хотя это в большей степени как-то организует то, что у тебя в голове. Сама по себе вот эта идея классической музыки, классической оперы и балета мне тоже иногда бывает сложно оценить. То есть я не скажу, что я прям какой-то гений, я там все понимаю, но я много понимаю. Но иногда даже типа я могу тупить и могу не понять, могу заскучать, я могу на каком-то классическом концерте в середине уже глаза закрывать. И такое реально бывает. Но при этом я люблю эту музыку и могу ее просто включить дома. Я иногда смотрю на цены в большом театре и у меня просто, ну, у меня шары из глаз выпадают. Я просто, я не понимаю, почему так дорого. С другой стороны, я понимаю, куда приходят реально люди серьезные, с большими деньгами, чтобы насладиться постановкой. И самообразование в нашей жизни это тоже очень, ну, очень важно и очень дорого. Это, конечно, немножко мне тоже непонятно, потому что есть люди, которые хотят это посмотреть, но им приходится на это копить и как бы, знаешь, как подарок на день рождения делать себе. А в кино сходить он может и завтра и каждую как бы неделю в выходной, например. И вот как раз-таки у меня была как-то мысль о том, что иногда мне хочется делиться какой-то информацией, которая я считаю очень важной для моей аудитории. Но меня расстраивает, что когда я сижу, распинаюсь, рассказываю такие важные вещи, на мой взгляд, многие люди это не оценивают, потому что им это не нужно и неинтересно. И я постоянно думаю о том, чтобы сделать это платной какой-то историей. Ну, грубо говоря. И как раз-таки театр, мне кажется, это тоже именно вот в том плане, что поскольку это не все ценят, будь любезен, заплати бабок, если ты хочешь это посмотреть. Потому что они не хотят, чтобы, ну, это не такое, типа, кино, это, понятно, до хрена людей придет, поэтому можно нормальную цену поставить. Это доступное просто, доступное развлечение. Понимаю, что я реально намного больше всегда интересуюсь посмотреть, даже если фильм, то какой-нибудь интересный исторический, тот, который мне что-то расскажет, потому что я, вот честно, ну, да, тоже стужусь этого, но я не фанат читать. Я хочу, чтобы это было от души, то, что мне будет это интересно, что я буду, ну, сама этого желать, понимаете, и получать от этого удовлетворение. Но я сколько не пробовала, да, не начинала что-то, мне неинтересно. Мне намного интереснее сходить в театр, посмотреть мюзикл, либо посмотреть какой-то интересный документальный фильм. То есть для меня так информация воспринимается намного лучше. Я сегодня прочитал новость о том, что ученые, психологи тоже пытались вникнуть вот в этот вопрос, почему там что-то кто-то кому-то нравится, что-то кому-то не нравится, и пришли к выводу, что если вам не нравится классическая музыка, если вы не любите, Шубанамбаха, Бетхофена и так далее, если вы не смотрите оперы, опереты, балеты, и вас это не вставляет, и вы, может быть, даже местами, как и я, засыпаете где-то в середине, лучше не заставляйте себя, потому что это просто дело вкуса. но я с ними отчасти соглашусь, но я все-таки считаю, что здесь очень важно образование в семье, воспитание в семье, образование в жизни, окружение в жизни, то есть как бы я считаю, что это важно, меня никто не переубедит, это чисто мое мнение, но если вам это не нравится, не заставляйте себя, это просто дело вкуса. И вот как, я повторюсь, что какой-нибудь Вася Купкин, который работает уборщиком, например, в какой-то, не знаю, в какой-то пятерочке, может кайфовать от Шопена, Бетховена, он знает, что это такое. Да, мне видно, может быть, я, наверное, из-за общества думаю, что я должна читать книги, я должна читать книги, потому что тогда люди будут думать и считать, что я умная, потому что я читаю книги, но опять же, я заменяю книги другими какими-то источниками, и я не считаю, что я там не становлюсь умнее с каждым днём, с каждым годом, потому что я просто заменяю чтение другими какими-то ресурсами. Я могу прочитать что-то в интернете, и не обязательно, что это будут комментарии в Инстаграме или на Ютюбе, нет, я имею в виду, что если мне информация какая-то нужна, я интересуюсь, я найду её и прочитаю статьи. Но я скажу так, ребята, если вы всё-таки хотите развиваться, читайте книги. Для того, чтобы развиваться, у вас ещё есть аудиокниги. Смотрите умные видео, читайте умные статьи, не все, фильтруйте. В наше время очень много информации, просто миллиарды, триллиарды вот этих тонн инфопотоков, которые приходят к нам с разных источников, и иногда они дублируются, иногда они коверкаются, как сломанный телефон, для того, чтобы быть сейчас в современном мире в тренде и развиваться, не тупить, не стоять на месте и всё слушать и всё принимать. Это, я считаю, деградация. Всё слушать и всё принимать. Нужно фильтровать, потому что больше половины полнейшая чушь. Но надо так это фильтровывать, но зная, что вот это вот, ты точно уверен, что это правда. Погуглить, посмотреть в Википедии, кто этот автор этой статьи, например, не всё принимайте. То есть, ты хочешь сказать, что я не развиваюсь от того, что я книги не читаю? Ну, я считаю, что книги... Что услышала я? Что сказал Слава, что услышала я? Ну, я считаю, что книги, как бы тебе бы в любом случае не были бы в минус. Я тоже не читаю прям каждый день, но вот на карантине... Но смотри, я, может, не читаю книгу, но я могу каждый день читать что-то другое. Я не про комментарии в Инстаграме. Это всё-таки книга? Что это такое? В чём суть для меня книги? Книга, это упорядоченный рассказ. Ты знаешь вот эту историю про... про чё ты там читаешь? Не знаю. Мне не интересны всякие романы, искусство... Не то, что литература. Я люблю, грубо говоря, научные книги. Не знаю, психологию какую-то мне нравится читать. Даже биологию мне было бы интересно. Офигительно. Просто берёшь... Ну, я не хочу книгу читать. Мне интересно найти об этом, не знаю, National Geographic, понимаешь? Мне это интереснее будет. Мне эта информация лучше усвоится, если я буду её смотреть и слушать. Смотри. Они в голове у себя читают, понимаешь? По статистике все, кто читают книги в жизни, они... тут суть в том, что ты читая книгу не только просто черпаешь какую-то информацию оттуда, хотя это очень важный аспект. Ты ещё, блин, тренируешь свою черепушку, свою головешку. А почему я не могу прочитать в интернете что-то, например? Книга лучше. Да чем? Ну, во-первых, ты не будешь глазами тупить в экран. Давай уж с этого начнём. А почему мне в экран? Может, я... Вот мне, например, мне вот, например, удобнее книги читать, потому что мои глаза просто охеревают. через полчаса я уже не понимаю, что вижу. Понимаешь? неудобно. Я не знаю, я просто уже старый дед, давай под... С телефона я могу и лёжа читать. Да что, ты лёжа можешь и с книгой читать, понимаешь? Нет, вот так книга неудобно держать будет. Вот так ты как лежишь? Вот так я хочу лечь, а здесь у меня... Ты уже придумываешь отмазки. Я тебе говорю факты. Вот ты с книгой станешь лучше понимать иностранные языки, учить их лучше, память развивать свою будешь. Скорочтение у тебя будет развиваться. Я согласна. Если вы любите читать книги, Катя, у меня нет любви к этому. Мне эту любовь не привили. Меня всё детство заставляли это делать, а я это не хотела делать. Итак, друзья, сегодня настал тот день, когда наконец-таки я помою машину, потому что это просто отвратительно. Она очень давно не мылась, и всё потому, что мы жили на даче, и у меня машина стояла под деревом, которая постоянно насыпалась, и вот эти вот, видите, кусочки какие-то разводы. Ужас. Ужасно, грязно, фу. О, Боже. Ладно, это к деньгам. Я магнит для денег. Я у себя в инстаграме рассказывала про аффирмацию мою любимую, реально, которая не просто там моя любимая, а реально рабочая. Вот если вы каждый день себе говорите, я магнит для денег, деньги, по-моему, там ещё была какая-то аффирмация про деньги, типа деньги идут в мой карман или что-то такое, реально придут деньги, я вам гарантирую, со мной это работало уже не один раз, просто не один раз. Я вообще считаю, что всё, о чём мы думаем, все мысли, которые мы посылаем в космос, грубо говоря, они все рабочие. Я не раз замечала, что некоторые блогеры постоянно говорят «посмотрите, какая я красивая, посмотрите, какая я крутая, посмотрите мое новое видео, оно самое лучшее, лучше вы вообще не видели». И человек-зритель, он может даже не любить этого блогера, но он посмотрит и подумает «ну да, хорошее видео, действительно». Или типа «посмотрите, как много я сделала хорошего». Вот у меня просто тоже такое, я понимаю, что я чувствую это на психологическом уровне, когда мне блогер какой-то с экрана говорит, что я сегодня такая молодец, я так постаралась, я про себя думаю, блин, ну, конечно, ты меня бесишь, ну, допустим, если меня бесит этот человек, но ты реально молодец. И это психология, и поэтому, скорее всего, вы больше от меня никогда не услышите, какая я сегодня не очень, я всегда очень, я очень красивая, я очень умная, очень успешная, я магнит для денег, мы угораем уже, я Карина, Слава, мы с этого дико угораем, ну, не то, что угораем в плохом смысле, а просто, вот мы едем куда-то, и я такая, ой, я такой магнит для денег, ну, просто случайно, даже ни с того, ни с сего, и это работает, поэтому никогда не говорите о себе плохо, никогда не говорите, не занижайте себя, особенно, если вы это говорите каким-то другим, чужим людям, неважно, никогда им не рассказывайте, что вы какой-то плохой, потому что им это знать не надо, и вот Слава, мы вчера с ним, кстати, это обсуждали, ну, не знаю, я очень счастлива, что мы с ним на одной волне, и любим такие темы обсуждать, он рассказал, что посмотрел что-то, я не помню, и там, в общем, психологи показали две фотографии, мужчины и женщины, и качества, которые относятся, к мужчине и к женщине, то есть было написано, и у мужчины такие качества, типа, он называет, я отзывчивый, я дружелюбный, я талантливый, я классный, там, и много разных качеств, и в конце он говорит, типа, я там, бываю очень злой, бываю очень нервный, точно такие же качества поставили к девушке, к ее фотографии, только наоборот, и началось все с того, что я очень злая, я обидчивая, я бываю очень нервной, и только потом пошло хорошее, но первое твое впечатление о человеке, оно уже есть, потому что ты знаешь, то, что он злой, то, что он обидчивый, то, что он там нервный, а не то, что первое он тебе говорит, поэтому у всех у нас, конечно же, есть свои какие-то минусы, недостатки, но никогда не говорите о них в самую первую очередь, если вы хотите об этом сказать, но я считаю, что вообще лучше нафиг все, то есть у меня, видите, я взрослею, я мудрею, я умнею раньше, и это вообще моя любимая фишка принижать себя, потому что я искренне, я не люблю, типа, говорить то, что я самая лучшая, я самая крутая, потому что я, может быть, даже так не считаю, я знаю, что есть много других людей, которые намного лучше меня что-то знают, что-то делают, но, блин, зачем я постоянно рассказываю, какая я плохая, потому что на самом деле я не плохая, но просто потому что я не люблю возвышать себя, типа, я царица, все остальные, нужно просто всегда в позитивном ключе думать, позитивно о себе говорить, ну, в общем, не знаю, вы поняли, да, чем я имею в виду? Очень жарко, я просто офигеваю с жары, и 29 градусов сейчас пишет в машине, для меня это просто какой-то шок, контент, я больше всего жду, когда я помою машину, как я уже сказала, если вам интересно, что это, я думаю, это родимое пятно, какое-то пятно, раньше я думала, что это от укола какого-то в детстве, но я поняла с возрастом, что нет, и оно меня бесит, но я к нему привыкла, и это моя фишка, и самое классное, что оно в виде сердца когда-то было, наверное, я похудела, и сердце ушло, я не знаю, а еще про это родимое пятно интересное, есть у меня новость, когда мне холодно, особенно я помню, это с детства в бассейне купаюсь, я уже понимаю, что я замерзла, у меня уже типа синие губы, знаете, ну, долго в воде сижу, и это пятнышко тоже становится более синим, а не таким красным, в общем, забавно, взяла ремешок от этой сумочки своей, потому что очень неприятно вот эту штуку на плечо вешать, если тут еще нет ничего, очень давит, поэтому взяла ремешочек, удобно, могу так сказать, продолжаю рассказывать о том, чем мы сейчас будем заниматься, поедем в торговый центр, помоем машину, поставим на мойку, пойдем купим продукты, наверное, в Ашан, я не знаю, раз уж мы там будем, там в Ашан, а вообще у меня, конечно, есть другие любимые магазины, я больше предпочитаю какие-нибудь рынки, где можно купить хорошее мясо, хорошие овощи, потому что в некоторых магазинах, к сожалению, я часто встречаю овощи с плесенью, и это, конечно, очень грустно, вот, но что поделать, поэтому я стараюсь всегда продукты покупать на каких-то рынках, свежие, там, может, какие-то фермерские, знаете, и да, конечно, я только гречку делаю с мясом, просто я очень люблю это мясо, и я фанат гречки, и я просто знаю, что если я сделаю это блюдо, оно получится очень вкусное, но, конечно же, это не значит, что я только его делаю, блин, ребят, я просто так устала готовить, что мне сейчас даже готовить ничего не хочется, в последнее время, и вообще я рада, что мы в Москве, из-за того, что можно заказывать еду, вчера заказывала еду, хотя, конечно, меня бесит, я знаю, что я могу купить, вот даже говяжий вырезок, вы знаете, я в шоке, стоит там килограмм, например, тысяча, пятьсот, тысяча шестьсот рублей, не, полтора килограмма, вы прикиньте, как дорого, ну, типа взять, например, килограмм свиной шейки, чтобы шашлык пожарить, ну, там, четыреста, пятьсот рублей, килограмм крылышек, двести рублей, ну, то есть, вы понимаете, какая разница, и говяжья вот эта вот вырезка, да, которую я беру, конечно, это замечательное, очень вкусное мясо, я от него балдею, и знаете, окей, я могу каждый день есть это мясо с гречкой, потому что это очень вкусно, оно очень мягкое, ну, типа, классное, я не знаю, чего вы так вот любите к чему-то придраться, типа, если я часто во влогах показываю, что я делаю это мясо, это же не значит, что мы только его жрём, ну, вот реально, а вообще у меня есть этот, мультиварка, я не понимаю, почему я ей не пользуюсь, я хочу поставить себе цель, и разобраться с ней, и начать ей пользоваться, потому что она у меня уже лет пять, наверное, есть, а ещё, кстати, хотела рассказать, это просто угар, теперь уже, наверное, года два, я думаю о том, господи, нужно купить новый матрас, нам нужно поменять матрас, потому что наш уже не то, чтобы весь продавленный, но как бы ему пять лет, и, ну, в общем-то, не очень-то уже удобно на нём спать, потому что он не такой упругий, скажем так, как вот в первые его там года, и я очень долго думала, вот надо купить, надо купить, в итоге мы так и не купили, и что-то вот мы приехали в Москву, я Славе такая говорю, типа, иди сюда, давай-ка матрас перевернём, я знаю, что так люди делают, но я к этому как-то долго не могла прийти, и в итоге мы перевернули матрас, просто вы прикиньте, и это такое блаженство, у нас новый матрас дома, ребята, просто офигенный лайфхак, я уже всем своим знакомым рассказала, что если у вас отстойный матрас, и вы до этого не додумались, то просто возьмите, переверните матрас, и он будет как новый, потому что та сторона непродавленная, на ней много лет никто не лежит, и всё такое, поэтому, ребят, надеюсь, что кому-то я этим советом помогла, потому что когда мы это сделали, мы реально вот просто зажили новой жизнью. Вот мы уже в ТЦ, в маске, кстати, многие ходят в маске вот так, чтобы дышать, и мне кажется, что всё-таки те бактерии, которые я могу выплюнуть изо рта, они страшнее, чем то, что из носа выходит так, но так я хотя бы могу дышать, и некоторые вообще ходят без масок, ещё мы приехали в ТЦ, чтобы купить моей маме подарок, потому что у неё 20-го числа, день рождения. Итак, ребят, мы уже побывали в торговом центре, в итоге мы решили не идти в Ашан, потому что, потому что я не хочу в Ашан, мне не надо в Ашан в этот большой магазин, мне нужен обычный магазин, и рыдок, надеюсь, мы на него успеем, сколько времени, зай? В 8-го. Ну, может, и не успеем. В общем, хочу рассказать вам новости. Во-первых, я пыталась оформить рассрочку, я хотела кое-что купить в МВидео, и мне не одобрили рассрочку, потому что ИП редко одобряют рассрочку, и мне сказали, что больше шансов, что одобрят рассрочку, если делать это онлайн. Мы просидели в магазине, минут 20, мне кажется, я уже настолько задолбалась, куча всего искать, документы, говорить, что надо, что не надо, своё фамилию, имя, отчество, дата рождения, и в итоге, как бы, сказали нет. Я такая думаю, да пошли, Вим Стёпу, в итоге я купила это за деньги, вот, пока не могу рассказать, что я купила, но скоро вам расскажу и покажу. Но мне хотелось попробовать взять рассрочку, потому что, во-первых, я могу сразу не отдавать столько денег, а во-вторых, потому что я хочу в будущем взять себе, возможно, комп-рассрочку, и мне не то чтобы жалко, но мне не хочется сразу отдавать большую сумму, мне намного психологически легче, когда я по чуть-чуть отдаю, хотя, может быть, так и не легче. Ну, в общем, не знаю, суть в том, что для того, чтобы тебе одобрили ещё рассрочку, нужна какая-то кредитная история, что ты уже брал кредиты, оплачивал, а у меня такого нет. Я никогда ничего не брала в кредит, поэтому не могу, не получилось. В общем, хочу вам показать машину. Тут, конечно, темновато, и теперь она чистенькая. Я рада. Теперь здесь нет куриных хакашек. Итак, ребята, рассказываю вам последние новости. Мы после торгового центра, после того, как мыли машину, успели заехать на рынок, про который я вам говорила. Я взяла сыр чанах, полтора килограмма, прикиньте, его очень много, но он в рассоле, долго хранится, плюс ко всему, мы поедем на дачу к моей маме, там будут гости, народ, и я как раз возьму этот сыр с собой. Я думаю, что, наверное, мама тоже купила сыр чанах, потому что мы его любим, но надеюсь, что нет, и мы будем есть только то, что купила я, потому что купила я его дофига. Заехали домой, все это быстро положили, взяли Вивьену, видите ее, собачку? И сейчас мы идем гулять в парк. И почему еще мы идем сейчас гулять в парк? Потому что там сейчас Надя, и Надя купила собаку, представляете? Уже, не знаю, несколько дней, наверное, как и я об этом, конечно же, знаю, но вам не рассказывала. В общем, сейчас, думаю, сами увидите, посмотрим на ее собачку, я сама еще не видела ее вживую, только по видео, фото. Познакомиться Вива с собачкой, надеюсь, подружится она с ней. Плюс еще одна подружка с собакой, кайф. Теперь осталось нам еще одну собачку завести, и вообще шикарно. Балдежь будет. Единственное, что я переживаю, что мы в Вивьене до сих пор не дали таблетку от клещей, потому что еще не прошло достаточно дней после глистогонных. Кстати, глистов я так и не нашла, не видела. Слава богу, и надеюсь, что не увижу. И я переживаю, потому что я знаю, что на даче у нас нормальные клещи, не энцефалитные, и сколько уже у нас их было, слава богу, все хорошо. Одного мы даже на экспертизу, на анализы сдавали. Вот. Но по поводу Москвы, не знаю. Как раз таки здесь, мне кажется, могут быть какие-то не очень хорошие клещи, да не знаю. Поэтому будем сидеть, и каждый волосок Вивьены перебирать, смотреть. Правда, клещи такие наглые. Я вам говорю, реально, я искала у нее клещей, клещей, я искала у нее клещей, все-таки оказалось, что у нее был клещ, но я не знаю, я так, я весь день искала у нее клеща, и не нашла. Реально, я копалась во всех ее волосиках, на мордочке, все, все раздвигала около морды, ничего там не было. В общем, мы уже подъезжаем к парку, который у нас на райончике есть, такой, один из самых приятных, наверное, парков для прогулок. Я, кстати, взяла с собой эти мусорные маленькие мешочки для фекалий, на всякий случай, потому что я очень себя неловко чувствую в такие моменты, если Вива сделала свои дела, пока мы гуляем где-то по городу, а мне нечем убрать, и я постоянно забываю взять с собой, потому что мы их, ну, покупали, они у нас дома есть, но, понятно, на даче не нужны, господи, на даче дождь пойдет, все растопится, и как бы никто ничего не скажет, там в городе, как бы, люди будут выпетрыть. О, боже, какой закат, я нихрена не вижу, аа, это вообще, это же закат, очень красиво. Нет, это рассвет. Ну, знаю, Вивочка еще не знает, куда она едет, и что она познакомится сегодня с собачкой. У Нади тоже девочка, и это большой плюс. Я очень надеюсь, что Вива подружится. Знаете, вот это реально, я уверена на 100% там нужно заводить собаку, потому что я каждый раз думаю о том, как я мечтаю, чтобы у Вивочки были друзья, чтобы она не скучала, потому что я понимаю, как мне было бы одиноко, если бы я жила одна, и меня никто не понимал. Типа, знаете, если бы, например, я жила в доме, где очень-очень много собак, я бы жила там одна, и ни с кем не могла пообщаться, и с собаками, они бы не понимали меня. Ну, как бы вы понимаете, да? И поэтому мне грустно, мне хочется, чтобы у Вивы был кто-то, кто ее понимает, кто сможет почесать ей за ушком, если мамы нет дома, например. Ребят, моя подружка Надя завела собачку. Какая порода? Скажи еще раз. Английский кокер-спанель. Слышали, да? Джина, девочка. Смотрите, какая милая. Привет, мой хороший. Привет. Ура. Правда, Вива пока не особо дружится с собачкой. Она мне идеально подходит, Надя, посмотри. Ай, привет. Сейчас она испачкает. Ну и что? Это же собаки, они же счастье. Она очень мягкая. Вива смотрит, плачет. Вивочка, подружись, Вива боится. Не, не держи ее, не надо. У нее, видишь, это судороги начинаются. Вив, ну мне стыдно за тебя. Так что у Надюхи теперь собачка есть. Малышка привыкает к жизни взрослой гулять. Вив, подойди сюда. Вива какая-то отчужденная. Ди, Дзина. В общем, мы прогулялись. Вива не шла на контакт с Джиной. Знакомство неудачное, я вам так скажу, не удалось точнее. Но мне очень понравилась собачка Надя. Но, честно говоря, я вообще не видела такую собачку, как будто бы именно она вживую, знаете, у меня не у знакомых нет такой собаки, такой породы. И когда Надя мне показала, какой эта собачка вырастет, я офигела. Потому что я думала, что они хотят взять маленькую собачку, а эта собачка вырастет, и будет где-то 14 с чем-то килограммов весить. Так что вот, ребят, напишите в комментариях, какой породы у вас собака. У меня такой чисто канал собачников. Каждый влог об этом говорим. Я вот подумала, когда мы заведем вторую собаку, я уже не говорю, если, потому что я на это серьезно настроена, когда мы заведем вторую собаку, неужели Вива тоже с ней не подружится? Точнее, ей будет от нее шарахаться. Наверное, дело привычки. Я думаю, что она привыкнет, и тогда все будет хорошо. В общем, гуляем в парке. Такое блаженство. Сейчас поедем, наверное, в Макдоналдс. Хочу. Причем хочется взять что-нибудь такое, что я давно там не ела. Например, чикенбургер. Потому что обычно я всегда беру шесть чикенов, чизбургер. Или можно попросить чизбургер с экстра-двойним огурцем. Не знаю. Вивочка втопила, потому что она знает, что мы идем домой. Вива, смотри, там две таксы. Познакомься с ними. Она ни с кем не знакомится. Привет. Привет. Грустный, одинокий папа своей собачке. Ну что, она убегает от меня, даже не гуляет со мной. Ну, она даже со мной не гуляет. Видишь, она убегает. Сейчас как сядь, за руль и уедет. А потом закроется в доме на ключе все. Закроет машину, и мы будем ей стучать, и говорит, Вива, открой. А она будет просто улыбаться, и все. Нет. Я больше никуда с вами не пойду, и не поеду. Вивочка, Вивочка, можно маме в Макдональдзе ехать? Пожалуйста. Либо она бежит домой, чтобы мама посмотрела у нее клещей, потому что у нас у всех уже нервные тики на этих клещей. Господи, Вива, ты так быстро бежишь. Вивочка, Вива, куда ты так бежишь? Зачем ты так бежишь? Побег. Ну да, действительно. Устанет больше. Да, мы постоянно любим помучить собачку, долго с ней погулять, чтобы она устала и пришла домой и вырубилась. Хотя она у нас и так постоянно спит. Ну просто хоть побегает, а то что в квартире дома сидит. Вивочка, Вивочка, дай мама тебе что-то скажет на ушко. Мы скоро на дачу поедем. Вивочка, 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 Вивочка. Ну ладно, пошли по той дорожке. Хотя тут быстрее, Вивочка. Пошли сюда, Вива, Вива. В дерево не врежься. В общем, ребята, мы уже дома, приехали. Я очень долго сидела и искала у Виены клещей, в этот момент еще болтала с дедушкой. Завтра в 12.15 у меня наращивание ресничек. Очень этого жду, потому что мне не нравится, что они такие разные. Я, кстати, сегодня накрасила нижние ресницы тушью. И мне, честно говоря, не очень нравится, когда вот так вот у меня накрасено. Интересно, кстати, даже сейчас попробовать. Сильно он интересно красит. Я думала, он будет просто как блестки добавлять. В общем, такой насыщенный цвет. Так что, ребята, я с вами на сегодня прощаюсь. Надеюсь, что я ничего не забыла, что я вам обещала сегодня рассказать, показать. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Надеюсь, что у вас все хорошо. Я вас всех люблю, целую, внимаю. Будьте счастливы, здоровы. И всем пока!